Музыка Привитос Амигос, печальные новости М60А3 сполз в говно Не скатился, не съехал, его не понерфили Просто с вводом новых машин на 5 левел, в том числе и премиумных М60А3 медленно верно скатывался в говно И я бы этого не заметил, если бы для меня третий был просто проходной машиной Но нет, я купил М60А3 Айс и на нем некоторое время фармил Поэтому теперь я потерял машину для фарма Потому что М60А3 стал просто неиграбелен практически И вот это уже ощутимо и хорошо заметно Я бы не снимал это видео, если бы премиум у меня не было Потому что машина 5 левела, что не рассуждать Прошел, продал, забыл Но это прем И это уже совсем другое дело Раньше этот танк вообще считался живучим, бронированным и годным для фарма Я посмотрел чужие обзоры даже по этому танку перемотками Все о нем отзывались хорошо Но теперь я открою сезон И первым скажу, что М60А3 настоящая Ссаная картонка Просто кончелыжное говнище Спасибо за внимание Вот, один из главных, наверное, минусов Это то, что у этого танка только две ячейки оборудования То есть у него нет ячейки под огневую мощь И поэтому ему не разогнать скорострельность Что наверняка было бы правильным и мудрым решением для этого танка Ему не разогнать точность То есть ему ничего не разогнать Он довольно средненький по ТТХ получает В то время как у китайцев три универсальных ячейки У прохладного китайца три разные ячейки Одна универсальная, одна под огневую мощь Что в принципе одно и то же Даже у 72 есть три ячейки Правда, третья у него на скорость Но при этом другие Т2 у него все равно на огневую мощь можно настроить М60А3 Я уже говорил, что он считался довольно годным и живучим танком Когда на заре эпохи игры у него из конкурентов был только Леопард 72 и Чифтан Чифтан вообще я назвал лучшим танком Потому что у него две ячейки на защиту Он очень живучим, мне казалось Просто на размине у него можно было играть Но это огромная корова со здоровьем М60А3, он обладает той же динамикой Он ни хера не поворотливый, не быстрый Но ячейка на защиту у него почему-то одна Всего одна В чем проблема этого танка Теперь, на данный момент Чем он мне так резко разонравился Во-первых, ввели приземистый китайцев Таких же низких, как и 72 Если такой низенький китаец залезает вам в клинч М60А3 просто уже ничего не может с ним сделать Просто идет футбол в одни ворота Типа шинник Барселона И М60А3 в этом дуэте естественно шинник М60А3 Стал просто дико, невероятно пробиваться под башню Вот все вот это пространство, что вы видите от оптики мехвода до башни Вот по-моему оно все прекрасно пробивается Ну может быть вот эти плитки динамической защиты остановят ваш кумулятив Но я думаю, что бронебойным снарядом можно туда заслать И как будто этого мало Через раз критуется механизм поворота башни Что значит через раз? То, что каждый первый раз он критуется желтым Каждый второй раз он уже красный Иногда он красный с первого выстрела становится То есть башня перестает поворачиваться вообще В итоге как выглядит бой один на один с этим танком Ему стреляют под башню, ломают нахуй механизм поворота Объезжают и расстреляют Потому что он не может ни повернуться, ни разогнаться Ничего не может Значит я попытался разогнать ему хоть какую-то точность Сделать, чтобы стрелять на нем издалека Вот к максимальной точности, к скорости прицеливания Чтобы можно было вообще на нем хоть как-то прицелиться Я пытался сделать его в быстром скорость поворота Чтобы он поворачивал хоть как-нибудь Ничего ему не помогает Ну здесь естественно скорость зарядки А второй перк вообще не важен Вот и ничего Этот танк невозможно сделать теперь пригодным для игры Играть, танковать от башни Да из-за какого-нибудь камня Вам естественно мешает вот эта шишка на башне Которая пробивается с полным дамагом При удачном рандомном стечении обстоятельств Даже при неудачном стечении обстоятельств Она пробивается с третью дамага Но периодически еще там критуется командир танка Естественно Вот, ну нижний лист пробивается Во вторую нижнюю половину Но это уже нахрен не надо Потому что я в нижний лист уже практически не стреляю Я ему херачу под башню Раскачав на любом танке более-менее приемлемую точность 0.4, 0.5 уже позволяет вам метров с 300 примерно Засылать четенько снаряды под башню этому танку с критами И просто выносить его Выносить его из боя На этом танке найти свою позицию на карте Очень сложно Ну, то есть это теперь Если раньше танк танковал То теперь скажут, что серьезно это танк второй линии Я считаю, что ему нужно срочно открывать еще ячейку Минимум одну, а лучше две Чтобы еще все-таки на скорость у него ячейка была Потому что он очень медленный 0.32 за 9 секунд Притом максималка 48, но на деле в бою на пересеченке Вы больше 35, скорее всего, никогда не увидите на этом танке цифру Цифру на спидометре Вот, если ему дать еще одну ячейку под огневую мощь У него хотя бы разброс Можно будет сделать 0.4, я думаю 0.3 вряд ли, но что-то такое Либо скорострельность ему сделать 5-секундную Потому что у него дамаг-то Дамаг-то у него не самый большой на этом уровне У него пушечка-то так себе То есть хоть как-то надо танк апнуть Потому что он вообще полностью потерял свою актуальность Как премиум с вводом WZ-122 Как бы уныло и скучно на нем не было играть В одном и том же месте карты Даже я сомневался вот в том видео Когда я рассуждал, какой аистанк покупать Я сомневался насчет 72-ки Но М63 я сказал, надо брать точно Блядь, вот теперь в ближайшие акции Если этот танк не изменит Ни за какие деньги не покупайте Эту хламину Ну давайте, блядь, один бой сыграю Не, хотя я вообще, вообще не хочу на нем играть Но один бой так и быть Так и быть, скатану, блядь Раз видео надо сделать, один бой Катануть придется Вот, как раз, тем более, карта вообще моя любимая, блядь Наилюбимейшая карта Я слышал, что ее сделала Кончита Урст Лично для игры Набросала Вот, последним Последним плюсом этого танка Который еще у него не забрали Это УВН Ствол опускается действительно хорошо Если танковать от какой-нибудь горки То, в принципе, даже люк Шишка вот эта на башне, да Как-то Как бы назвать, типа Корона Ван Дамма, я не знаю Она, в принципе, становится хоть как-то Хоть как-то рикошетной Но и то, уклон должен быть, как мы видим Ну, не такой большой хотя бы То есть С небольших горок Играть, это вот единственное, наверное, место Где М63 годен Быть танком поддержки Ну, если только Чифтан поддерживать Все остальные на скорости от вас уедут Вот, посмотрите, посмотрите Как долго, как тяжело Он набирает скорость Если начинаете поворачивать Если на вашем пути Какие-то горки, заборчики Или еще что-то Он теряет, теряет Вообще динамику всю До 15 километров Ну, вот он, кусочек асфальта И давай, Чифтан Ну, давай, начинай разгоняться Чифтан, блин А3, смотрите, 36, 37 38, все, я уже приехал Куда Танк Я уже доехал до Сены А танк еще даже не закончил свой разгон И Я Просто, я не знаю Ну, с такой динамикой, понимаете Раскачка на этом танке Ну, он Он вроде вот такой пружинистый, да Что имеет смысл, типа, якобы Попытаться пораскачиваться на нем Чтобы вам не попали Но Воротник его, куда он пробивается Практически во время этой раскачки Стоит на месте, по-моему Нижний лист Настолько большой, что раскачивается Бесполезно В шишку вам, думаю, влепят При любых При любой раскачке То есть это не тот танк Где этот прием Будет работать, мне кажется Слишком много уязвимых зон Этот танк теперь практически Полностью из них состоит У него есть одна Одна дымовая завеса Это, блядь, последняя радость вообще То есть Можно куда-то проскатить Или уехать из экстремальной ситуации Но С его скоростью Этот дым ему практически Ничем не помогает То есть он Нет такого, что Пустил дымы там и уехал Далеко ты на нем не убежишь С Чифтеном, что ли, поперестреливаться Нет, конечно На нем можно отстреливать Совсем Совсем у широкующих игроков Тут речь идет За то, что Когда вы встретите игрока Более-менее Перкованного Что он с вами сделает На этом танке Он просто вас Разберет в сухую Выломав вам нахрен Поворотник башни Вот это я сейчас Вообще не понял Почему без урона зашло Ну, на гусле его держал Видимо только я Опять же Люди, когда танк Стоит бортом на гусле Пожалуйста, стреляйте В район гусениц Не отпускайте его Пусть стоит на гуслях Че за мода, блядь Начинать пытаться его поджечь Там баки какие-то Ему выцелить Топливный бак поврежден Выстрел, сука, 72 Урала Который просто высунулся И дал плюх Ну, я бортом проехал Это да Потому что, ну, эта карта Настолько убуга Что здесь, блядь Если вам в борт Ни разу не выстрелят Я не знаю Значит, вы простояли Весь бой в кустах Здесь просто невозможно Куда-то проскочить При этом, блядь Чтоб вас вбок не Не прострелили Этим картой отстойно А вот 72-ка сдохла Вот не могла она сдохнуть До того, как по мне Плюху дала Некому было убить бедняшку В принципе, удачно С течением стоя Вот смотрите, как танк поворачивает Это у мехвода, блядь Скорость разворота Апнута называется Ну, правильно 10% к скорости поворота 10% к нулю, блядь Это слишком маленький бонус Если бы у танка была Хоть какая-то скорость поворота 10% может быть Что-то бы и значило В этом мире Скорость сведения С погнутым стволом Просто фантастическая Фантастически медленно Бля Вот это вообще был Отстойный выстрел В гусли В линию гусениц Случайно попал А вот это был просто Фан, блядь Тастический рикошет Но это значит, что У человека с ником SNTemp Слишком мало побед И ему рандом подыгрывает Я так считаю Распространенное явление Многие в него веруют Вот смотрите Вазик Чудом Чудом пробил Ну потому что Вазик со своим Говеным УВНом Поехал воевать На поверхность Марса Вместо того, чтобы Танковать город Видите, как сложно Блядь Выцелить ему Эту зону Ее Ее Ну через кусты По крайней мере Не видно Поэтому Кусты играют На стороне Вазик Это первый танк Который Получает Невероятный бонус Из того, что Стоит в кустах Я считаю, что Отключаемая растительность В этой игре Станет Нехреновым щитом Ирка пытается Выцеливать Шишку на башне Потому что Ну не все знают Что танк пробивается Под башню Это Закрытая пока что Видимо для большинства Информация Я сам сенсационно Это обнаружил Неделю назад Потому что Смотрю, что-то у меня Блядь механизм Стал часто из строя Выходить Думаю, а как так-то Я же помню, что Раньше танк Как минимум Плохо пробивался Теперь он пробивается Отлично Вот видите Я бы сюда встал На 72 За этот За этот грузовик И меня бы не пробивали Но Встав сюда На 63 Я абсолютно Ничего не выиграю Потому что Он меня практически Не закрывает Мои Уязвимые зоны Остаются на виду К сожалению Да Все Все чего Все чего успел Это 3200 Но В общем-то Это не показатель Вообще Ни разу не показатель Может Скорее всего Человек Который посмотрит Это видео Если он Играет Не очень хорошо Или недавно Подумает, что танк годный Но Ехать Танковать Специально Тоже нельзя Скажут Специально Слился Просто поверьте Что Этот танк Когда он встречает Скиллованного игрока Он сливается Он скорее всего Сливается То есть На нем играть Ну Надо Крайне Осторожно Ведь есть Такой танк Как Т-72 На котором Тоже надо Играть Осторожно Потому что У него тоже Полным-полно Уязвимых мест Но Сам танк Меньше И места Поэтому Уязвимые Меньше Их Столько же Да Их не больше Их ровно Столько же Но сами По самим Этим Уязвимым Зонам Попасть Сложнее 72 При этом 72 Альфа Получше То есть 72 Больше Похоже На танк Второй Линии Чем Вот Эта Громадина Которая Засветится Как только ББМ На базе Мотор заведет Вражеский То есть Базовый На вражеской Базе Вражеская ББМ Включает Блять Зажигание И в это Время Начинает Светиться М60А3 На другом Конце Карты То есть Очень 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 Машина Теперь Очень Очень Не очень Надо с ней Что-то делать Ее надо Апать Многие Скажут Что на этом Уровне Танков Картонных В принципе Хватает Что Леопольд Леопорд Картонный Что Чифтон Картонный Смотрите Чифтон Может и Картонный Но у него Хотя бы Полный Комплект Ячеек Есть Он Его Как бы Есть Куда Развивать Что Если На него Поставить Годное Оборудование То он Будет И точный Он Будет И Домажный То есть Чифтон При топовой Раскачке При топовой Комплектации Вот этих Вот Вещей Чифтон Будет Намного Мощнее Как танк Чем 63 То есть Эти два Танка Они оба Ездят С такой Скоростью Как будто У них Брони Как у Мауса Но на самом Деле Брони На них Фишка У этого Танка Должна Быть Увен Средненький Это Не фишка А больше У него Ничего Хорошего К сожалению Сейчас На данный Момент Нет Так что Ему Обосраться Как нужна Какая Нибудь Еще Ячейка А то и Две Это При том Что Если Вы Не хотите Если Разработчик Не хочет Перекраивать Ему Броню Или Минить Какие Статы Хотя бы На тестовом Сервере Я Рекомендую Хоть Какую Нибудь Ячейку Дозапилить На мой Взгляд Ну а пока Что Собственно Фармить Надо на Китайцев Пока Китайцы Сейчас В тренде Да При всем Своем Убогом Увене Если Вам Не смущает Что вы В каждом Бою Ездите В одно И то же Место На каждой Карте Есть В основном Только одно Место Где Китайцы Можут Нормально Играть Но если Эта карта Не городская То есть Если Вас Основная Масса Игроков Скажем Так Не может Нормально Его Пробивать Они С ним Вообще Не могут Справиться Поэтому В плане Фарма Китайцы Конечно Сейчас Намного Лучше Чем 63 Хотя В видео Про Китайцы Я сказал Что Лучше Купить А3 Потому Что Тогда Еще Мне казалось Что Этот Танк Хороший Вот Так Все Меняется Все Течет В общем Пишите Что Думаете По поводу Этого Танка Особенно Обладатели Перемиумного Его Варианта Игроки Линейки Понятно Купили Прошли Продали Хотя Я Почему То Не Продаю Вот Короче Что Ни Жмите Что Ни Пишите Все Так Субтитры Субтитры Продолжение следует...